11 лет они мужественно боролись с голодом и сном. Со страхом и неуверенностью. С собственной ленью. Опасности подстерегали их на каждом шагу. Креативу ученикам и учителям Видновской гимназии не занимать. Вот и праздник в честь последнего звонка они представили, как воспоминание о школьной жизни, в которой каждый эпизод – часть большого киносериала. У ребят наступает экзаменационный период, все-таки они готовятся к экзаменам. Но, как правило, когда наступает праздник, последний звонок, все мобилизуются, и получается такое мероприятие. Конечно, это совместное творчество. И ребята, и администрация. Ребята, конечно, всегда в приоритете, поскольку это их праздник, их выпускной. На таком представлении не заскучаешь. Песенные и танцевальные номера, театрализованные постановки, общение с залом. Гостем мероприятия стал глава Ленинского городского округа Алексей Спаский, который обратился к учителям, родителям и ученикам с теплыми словами. Впереди у вас выпускные экзамены. Я хочу пожелать, чтобы все то, что выбрали, то, что у вас вбивали и вкалачивали, весь накопленный багаж знаний, он позволил вам показать все самое лучшее и, может быть, даже слегка прыгнуть выше головы, порадовав и себя, и педагогов, и родителей. Впрочем, свои творческие навыки показали не только выпускники, но и их родители, и учителя. Для классного руководителя 11-го Б-класса Татьяны Митрофановой это двойной праздник. Здесь она и в роли преподавателя, и в качестве мамы. В классе, которым она руководит, учится ее сын. Татьяна Николаевна признается, расставаться с ребятами немножко грустно. У нас замечательные дети. Я веду в старших классах, у меня 11-я, 11-я Б. Ребята действительно целеустремленные. Ребята очень добрые, позитивные. И с ними работать одно удовольствие. Поэтому проблем не было. Всего в Ленинском городском округе последний звонок прозвенел для более чем тысячи выпускников. 64 из них скоро покинут стены Видновской гимназии. Сейчас для ребят наступает время строить и выполнять намеченные планы. Я собираюсь поступать на педагога математики. В будущем собираюсь преподавать, скорее всего, здесь. А почему такой выбор? Учительница у меня очень хорошая. Я хочу работать тату-мастером. Мне вот это... мне это очень интересно. Сейчас главное это выбрать и подготовиться хорошо, чтобы сдать. То есть вы сейчас до сих пор не определились, в какой вуз будете поступать? Определился, но можно же на 5 вузов подать. Вот. А вузов не так много, чтобы подать на мое направление, которое надо. А что за направление? Ну, на программисток. Впереди у ребят последнее и самое важное школьное испытание – сдача единого государственного экзамена. Им желают удачи Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская и весь коллектив телеканала «Видное ТВ». Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская и Ольга Садовская и Ольга Садовская